Ход в пользу медиков. Прошедший в мае первый благотворительный онлайн-турнир по шахматам собрал более 25 миллионов рублей, которые были распределены в равных долях среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. В Дагестане часть денег, а это более миллиона рублей, передали Республиканской клинической больнице скорой помощи. Тему продолжит Зумруд Гамедова. Еще до старта турнира участники определили, как и какому именно медучреждению каждый из них поможет. Причем весь призовой фонд разделили между регионами страны одинаково, вне зависимости от занятых шахматистами мест. И вот уже в больницу в большом количестве доставлены жизненно необходимые защитные костюмы, респираторы и перчатки. Стоит все это более 1 миллиона рублей. Кроме того, на счет учреждения были переведены денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Все шахматные федерации России, огромное вам спасибо. Для нас, вы знаете, это помощь и для нас, и для пациентов, это помощь для всех. Еще раз огромное спасибо, большую вам признательность от себя лично и от всего коллектива. Всех вам благ. Почти весь мировой спорт замер, а шахматисты продолжают передвигать фигуры на шахматных досках, участвуя в самых разных турнирах, да еще и помогая при этом врачам. В период пандемии шахматная жизнь даже оживилась, хотя шахматисты раньше других перешли на онлайн-турниры. Болельщики уже привыкли к такому формату и наблюдают за поединками в соцсетях, а теперь вот благодаря турнирам удалось оказать столь необходимую и значимую помощь. Наш регион был выбран моим другом, коллегой, ингушским гроссмейстером Эрнестой Наркиевым, то есть одним из тех регионов, в котором будет оказана помощь. А больница, по согласованию с нашей федерацией, лично со мной была выбрана именно эта больница, поскольку я знаю, сколько коек здесь развернуто для лечения коронавирусных больных. И также хочу добавить к этому, что я очень рад, что шахматной общественности России и Республики Дагестан удалось внести свой вклад в общую борьбу, которая проводится в Республике Дагестан и в городе Махачкале городским штабом по нераспространению коронавирусной инфекции. В Дагестане уже второй месяц действует режим повышенной готовности. Для противодействия распространению COVID-19 на территории столицы был создан городской оперативный штаб, активисты которого задействованы в различных сферах деятельности. Мы раздаем средства индивидуальной защиты медицинским учреждениям, расположенным на территории нашего города. И более 10 тысяч специальных медицинских комбинезонов мы уже раздали, масок раздали мы порядка 50 тысяч на территории города. И эта работа планово будет и дальше у нас проводиться. И, конечно же, мы видим, что общая ситуация идет на улучшение, есть спад. Это очень нас радует, поэтому хочется пожелать нашим горожанам, чтобы они следили за здоровьем и берегли себя. Шахматисты объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения. И этот турнир тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса взяли на себя ответственность и привлекли своей благородной инициативой внимания всей страны, заслуживают безусловного уважения. Сумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.